Всем доброго дня, друзья! Рада приветствовать вас у себя на канале. Ну что же, сегодня вновь решила с вами поделиться своими буднями, своими рабочими моментами. И они у меня приятные. Приятные до такой степени, что аж до мурашек. Вчера вечером я получила посылочку. Получила посылочку я с растениями. Вот это вот все они у меня расставлены. Так, здесь что? Конечно же цветочки. Ну конечно же цветочки. Но здесь у меня есть и пряные травы, и душица, и в общем мят опять несколько. Так что в этом году я буду не только выращивать новые для меня цветочки, но и вот сейчас покажу, что с прошлой... Ой, у меня тут игрушки в общем болтаются. С прошлой посылочки у меня четыре, по-моему, вида мяты одушевились. Вот шоколадная, вот мандариновая, и еще там стоит лимонная. Но еще несколько видов мне пришло в посылочки. И дело в том, что здесь у меня есть вот как, например, такие вот укорененные растения. Посылка эта не с интернет-магазина. Это мне каждый год Ульяночка посылает посылку. И здесь есть вот, например, вот, да, остеосперму. Видите, вот это растение в основном из Егорьевского тепличного комбината. Но есть часть, которую Ульяна укореняла сама. И вот она накануне ездила, покупала, и мне их прислала. То есть видите, да, вот в таких вот пробках они продаются. Что я хочу сказать? Я, конечно, немножко расстроена в том плане, что они пришли, вот я их пока доставала. Они как бы, ну, такие были более-менее живенькие. Я их достала, распаковала, вот к окну здесь поставила. Вроде бы прохладненько, опрыскала. И решила, что их вот не трогать пока, дать им как бы отдохнуть, как раз вот как бы на ночь. А сегодня вот сейчас приехала с Фалберис, забирала посылку. И думаю, ну все, сейчас намешаю грунт и буду рассаживать. Подошла, посмотрела, конечно, очень много, знаете, таких повядших. Такое ощущение, что, ну, у них, видимо, стресс. Вот, повторюсь, они сейчас вот, как вам показать-то, вот, ну, подвятшие такие вот растения. Вот, например, георгин, да, вегетативный. Что я решила? Конечно же, сейчас вот все это буду аккуратно освобождать. Что-то и не буду трогать, да. И буду обстригать вот эти поврежденные листочки. И надеюсь, что все отойдет, потому что корневая-то, она хорошая. Но я думаю, что так как растения ехали, ну, как бы, несколько дней, для них это стресс. Возможно, может быть, какое-то заболевание корневой системы. Ну, в общем, в любом случае, это стресс. И моя миссия сейчас вот их по максимуму вывести из этого стресса. Так, здесь у меня есть калибрахуа. Есть несколько сортов калибрахуа. Калибрахуа вот такая. Например, посмотрите, какая, видите, лошадушка. Смело можно даже снимать черенки. Но вот я думаю, что, может быть, со стрессующего растения не стоит сразу же, да, брать. Лучше сначала пересадить, да, дать, как бы, немножко пойти в рост. И потом, наверное, можно, в принципе, снять уже и черенки. Для калибрахуа я буду готовить грунт отдельно. У меня, вот я уже вчера принесла. Вот, например, беру миску вот такую кислого торфа и две миски обычного торфа. Конечно же, разрыхленного агроперлитом, воздушный, делаю субстрат. И мне так нравится калибрахуа, ведет себя хорошо, корешки пускает. Самое главное, это ее не переливать. Ну, а для остальных культур у меня вот есть и теравита, есть еще немножко торфяного субстрата Скармикс. Мне он очень понравился. Так что буду пересаживать. Да, еще вот про Валберис хотела вам рассказать, что забрала заказы свои. Заказывала я в этот раз фитоспорин, который очень у многих блогеров вижу. Очень много положительных отзывов. И вот как раз все, видите, как вовремя, да, буду проливать корневую систему этим фитоспорином. А еще от башенкома заказала вот такие вот микоризу. Я уже, между прочим, ну, показывала вам, да, что я с выставки привозила целый набор. Помните, я делала вам вставочку именно, когда подходила к стойке с башенком. Там прочитали целую лекцию, как подготавливать грунт для рассада овощей, либо когда при высадке добавлять, что нужно. Здесь вот у нас представлены 33 штамма полезной бактерии, которые находятся в препарате 33 богатыря. Здесь у нас бактерии рода Bacillus subtilis. Здесь вот пасфатмобилизующие бактерии, которые добывают фосфор из почвы. Также в препарате находятся 4 штамма гриба триходерма. Азотофиксирующие бактерии, которые добывают азот из воздуха. Доступную форму для растений. Лактобактерии. Лихиноформис. Плюс еще преимущество в том, что он содержит штаммы инсекцицидных бактерий Bacillus turin vests, которые обладают кишечным действием. Мотикниматуют, например, помогут вам. То, что может вредить уже, да, корневой системе. 33 богатыря у нас в новой гранулированной форме с добавлением гуми. Вот можно посмотреть поближе, как вот, например, триходерма отличается. Нам все говорят, что как вы можете уместить столько штаммов. Они у нас здесь, как каждый в своем домике живут. Вот такие вот красивые азотофиксирующие бактерии. И посмотрите, как разнообразно выглядят штаммы Bacillus subtilis. Как мы его можем применить? Вот это, да, новиночку у вас, я так понимаю? Да. Применяется он в несении весной и осенью при перекопке почвы. Также подносится в лунки при посадке растений. В течение всего сезона его можно использовать. Просто гранулы, одну чайную ложку, это три грамма. В луночку и все, растения пышут, красуются. Они между собой очень гармонично работают. Хорошо, смотрите, а если вот я выращиваю рассаду на реализацию, на продажу? У меня большое количество, и все это в основном в стаканчиках 200-миллилитровых. Вот стоит использовать, то есть можно ли его использовать просто при замешивании грунта? И будут ли растения себя хорошо чувствовать? Вот смотрите, у нас есть проект, где мы выращиваем томаты экологически чистые, сыртовые, которые нам остались одолжены. Но мы там используем негранулированную форму в составе гречневая лузга и перлит. Там тоже самое, нанесены все те же самые бактерии. Мы их делаем так. Берем чайную ложку, столовую ложку на литр препарата 33 богатыря. Да, препарат кормилица Микориза, к сожалению, сейчас закончился. 10 капель гуми и фитоспорина на литр воды. Вот это значит... Получается коктейль им проливаем. Да, проливаем, но 33 богатыря и кормилицу Микоризу мы замешиваем в почве. Плюс при пересадке и перевалке тоже используются 33 богатыря и кормилица Микоризу. Но единственное, что в другой форме. Сейчас покажу. Огромное количество здесь представлено разных при разных... Вот такой вот привычный всем препарат. Он на орган и минеральном носителе. Перлит и гречневая лузга. А что с дополнительным питанием служит? Огромное вам спасибо. Как вы поняли, друзья, сейчас вот с помощью бактерий можно вырастить огромное количество здоровых растений. И вот я по этому рецепту составляла субстрат для своих перцев. Помидоры сейчас планирую переваливать. Вот видите, у меня уже пачка из расходов. Но там я несколько ингредиентов добавляла. У меня уже осталось только Микориза. Вы посмотрите, какая корневая система. Это, конечно, сказано. Конечно же, хочу немножко остановиться на этих чудо-препаратах. Еще до недавнего времени я даже и не имела представления, что есть такие технологии. Для тех, кто еще не знает, что же это такое кормилица Микориза. Микориза производит сотрудничество между грибами и корнями растения. Она словно мягкая сеть. Окутывает и опутывает корни растений, тем самым защищая их от проникновения потокенных грибов, бактерий и других вредных воздействий. При внесении в почву Микоризы ваши корни просто превращаются в сеть. Они беленькие, жирненькие такие. Вообще просто классные. Мочалка, в общем, если еще вот можно так назвать. Самое для меня главное, что ее невозможно передозировать. То есть можно, в принципе, на глаз. Знаете, не нужны вам прям специализированные весы, потому что Микориза – это часть самой природы. Но, пожалуй, самой важной особенностью кормилицы Микоризы является ее способность переводить макро- и микроэлементы из минеральных комплексов в легкодоступные для усвоения растительным организмом соединения. Чтобы Микориза заселяла растения и активно развивалась, важно ее вносить к корням и к семенам. С небольшим заглублением для защиты от солнца и ветра. Ну и про фитоспорин АС давайте тоже немножко расскажу. Это, как мы уже знаем, да, микробиологический препарат, который предназначен для профилактики и лечения растений от грибных и бактериальных болезней. Болезни, конечно же, которые излечивает фитоспорин множество. Это и фитофтороз, и альтернариоз, корневая и прикорневая гнили, бактериальное увядание, перноспороз, мучнистая роса, плесневение семян, конечно же, также устранит. Ну и также ускоряет рост, усиливает иммунитет, защищает растения от всевозможных стрессов. То есть это пересадка, пикировка, погодная аномалия, да, возвращение, возвратных заморозков. Ну или если, например, у вас растение повреждено вредителями или болезнями. То есть он не только защищает, но и излечивает. Ну и плюсом, конечно же, фитоспорин лечит не только растения, но и оздоравливает почву. Очень хорошо они работают, конечно же, в дуэте, потому что одно дополняет другое. Продавец еще положил вот такой вот подарочек. Гуми, эликсир, плодородие. Здесь вижу, что все макро- и микроэлементы. Можно поливать, можно обмакивать клубни, ну и замачивать, например, какую-то рассаду. Ну а что сказать в плане ассортимента, то здесь у меня несколько сортов лабелии вегетативной, остеоспермума вегетативного, аргерантенума. Затем несколько сортов новых фуксий. Затем, как я показывала, георгинки. Но я надеюсь, конечно, они отживут. Но вы знаете, я еще раз повторюсь, вчера, конечно, было все настолько такое красивое. Почему сегодня так оно подвяло? Несколько сортов вербены, но она вообще, конечно, вот есть хорошенькая, жиренькая, да, а есть что-то как-то, я не могу понять, что такое произошло, почему она так отреагировала. Хотя вот с таблетки до сих пор вот, ну как бы, течет. Может быть, вот это вот наоборот из-за переувлажнения. Я даже не знаю, я, конечно, с таким вот почему-то столкнулась впервые. Что же это такое? Я в этом плане расстроилась. Вот такая вот, например, посмотрите, декоративно-лиственная бегония. Ульяна подсказала, что она очень хорошо дает корешки от листочка. И несколько сортов еще алисума. Алисум, к сожалению, тоже сейчас пока плачевно выглядит, но я надеюсь, что все-таки мне удастся что-то восстановить. Несколько еще сортов питуньи новой. Ну и даже, кстати, вот тунбергия вегетативная. Представляете, есть тунбергия вегетативная. У меня семена растет, а здесь у меня еще и будет вегетативная. Немножко она как бы надломилась, но вот этот вот краешек я возьму и укореню. Мне Ульяна подсказала, что она очень хорошо черенкуется. А дальше там, я думаю, что от корня хорошо все пойдет. Так что сегодня у меня вот такие заботы, хлопоты. Сейчас моя миссия, повторюсь, вот пересадить все. Ну и дать вторую жизнь. Надеюсь, конечно, все отойдет и запышет жизнью, запышет жизнью. Вот, например, лабелия вегетативная. Слушайте, какая она крупная. Вот если, например, сравнить с семенной, то, конечно, здесь небо и земля. Вот, четыре сорта у меня будет лабелий. Будем с вами дальше лицезреть, наблюдать. Главное самое, это все сейчас реанимировать. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Обязательно все будет хорошо. Ну что же, на этом буду заканчивать. Вот, показала вам. Сейчас уж не фронт моей работы. На оставшийся день буду заниматься. Что выживет, то и выживет. Что я поделаю? Я же ведь как бы не волшебник. Потом, конечно же, буду держать вас в курсе. Но у меня ручки чешутся. У меня уже столько планов, столько эмоций. Ну, в общем, кто знает, тот меня поймет. Огромное вам спасибо за внимание. Желаю нам всем крепкой здоровья, рассады. Всего вам доброго. До новых встреч и до новых видео. Пока-пока. Пока-пока.